Цвет настроения желтый был же у нас, и праздновал народ победу в этот час. Под жесткой тиранией тоже был Китай, поэтому теперь настал черед Суньцзянь, и в бой идет вся легендарная семья. Я вас приветствую, друзья, с вами, конечно же, Верус, и сегодня мы начинаем с кровью, с кетчупом и со всеми... Уважайте других, чтобы уважать себя. Суньцзянь из тех людей, кто не применит использовать удачную возможность, а падение правящего дома открывает море таких возможностей. Спасибо. Так вот, начинаем, конечно же, со Суньцзянь. Начинаем на юге, подальше от всех этих движух. Там еще с Кунжуном, в принципе, вариант будет интересный, дай бандиты оба, ну, попозже, попозже. Что у нас есть у Суньцзянь? У него есть дружины капитанов-наемников, они тратят время на сборы, и есть непосредственно наемники. То есть они нанимаются, как обычные отряды, но появляются сразу в полном составе. Им не надо восполнять потери после найма. Это, кстати, интересная такая тема, механика у них прям полезная. Ну и постройка застава наемников. Героизм, уникальный ресурс, который есть тоже, к сожалению, как у Донжо, он не может заставлять. Но есть свои, конечно же, бонусы там за счет этого. Ну и семья, конечно. Суньцзянь теперь точно будет у нас, и охотиться мне за ней не придется. Ну и самое главное, конечно же, мы начинаем в режиме романа. Все-таки сейчас будет море кетчупа и всяких бутафорских конечностей. Ну и параметры. Больше пафоса богу пафоса, да? Так, автосохранение тоже сделаем. Здесь медленно ограничения. Легендарный заголовок. Больше легендарных заголовков богу легендарного заголовка. Больше кликбейта, да, как положено. Ну, в общем, начнем на легендарке. Ради этого, исключительно ради этого. Китай должен объединиться. Погнали. Суньцзянь должен дожить. Хотя, в принципе, вот здесь, на самом деле, даже если, даже самая молодая, если Суньцзянь останется единственной, да, остальные от старости поумирают, ну, я буду довольным. Если она станет императрицей Шайны. Погнали. Искры почертили ночную мглу. Тиран Дунджо повелевает пламенем разрушения. Лоян в огне. Власть Евнуха впала. Повсюду разгорается хаос. Династия Хань гибнет. Отважные сердца не дадут надежде угаснуть. Ради семьи Суньцзянь пойдет на все. Сила в храбрости. Пусть тираны боятся тигра. Тигра Цзандуна. Хай охвачен смятением. Великую империю Хань, простоявшую долгие столетия, разъедает коррупция. Отряды желтых повязок, насчитывающие тысячи воинов, восстали по всей стране, занимая область за областью. Верные императору генералы выступили против мятежников и подавили восстание. Но это мы слушали уже в предыдущих кампаниях, так что давайте продолжим. Огонь разгорается, владыка. Ло Ян разрушен. Дун Джо, я клянусь, что предам тебя в руки правосудия. Он похитил императора и двинулся на запад. Оттуда он обрушит на нас все оставшиеся силы империи. Пусть попытается. Он хочет сражения, он его получит. Такое рвение достойно восхищения, но лучше не торопиться, если мы хотим победить. Пожалуй. Юань Шу придет нам на помощь. Они с братом не ладят, но в эти темные времена я рад любому благородному соратнику. Учитель Сунь говорит. Совершенный воин находит стратегические преимущества. Такой шанс нельзя упускать. Тигр Дзяндуна должен зарычать вновь. Пусть весь Китай услышит его рев. Ну что, репетировать пора уже. Рев надо помощнее доделать. Накопление сил. Господин Сунь Дзянь, вы оказались далеко от дома. Но теперь пора вернуться на юг. Коалиция развалилась. Очень скоро мстительный тиран нанесет ответный удар. Только неприступная позиция на юге страны позволит вам выстоять и в дальнейшем укрепить свое положение. Остерегайте своих соседей. Любяу стар, но хитер и вероломен. А владения его лежат чересчур близко. Юань Шу же одержим честолюбием. Но он может быть нам полезен. Не позволяйте никому стать у нас на пути. Укрепите свои позиции. Стергайтесь Любяу и его вассалов. Уже остерегаемся. Враг близко. Сунь Дзянь обнажает клинок. Вы одержали над тираном великую победу. Пока остальная коалиция трусы Лива стояла в стороне. Все они утратили силу и влияние. Ваша звезда напротив вас ходит. Многие тысячи Ли отделяют вас от родных земель. А враги стоят на вашем пути. Так сокрушите же их. Окей. Вкус победы и нефритовая печать. Это то, что нам рассказывали разработчики. Я переводил еще до выхода. Что у нас есть печать. И там будет дилемма. Отдать ее или сохранить. Во время путешествия. Что-то заставило вас приблизиться к старому колодцу. Заглянуть вглубь. Вы увидели на дне что-то блестящее. Потянув за веревку. Вы увидели хорошо знакомый предмет. Это нефритовая печать. Чудесной работы. Печать Императора. Ну и вот она. Кстати, его сынок к нам тогда за Люйбу перебегал как раз нефритовой печатью. И она у него была. Так, все. Наша цель сейчас на юге закрепиться. Где проходили у нас в обоих кампаниях предыдущих финальные баталии. Но толком здесь я, можно сказать, не останавливался надолго. Так, предметы, предметы, предметы. Какие нам дали в этот раз на начале. Здесь есть наемники. Вот они. Можем предметы выдать компонент. Пусть твой профиль, в принципе. А здесь можно ему печать выдать. Боевой дух при обороне. Счастье, вся фракция. Тем более, это он правитель у нас. Правитель, правитель, правитель. Счастье, ну давай. Давай, кроме этой печати, все равно. Эффектов у нас никаких сейчас нет. Совсем нет. А графика, кстати, стоит хроники. По идее, стояла, если ничего не поменялось сейчас. Так, кстати, видите, уровень сложности стоит все равно очень высокий. Даже несмотря на то, что легенда. И в Троецарстве я не нашел разницы особой в показателях. Как в той же Вахе, да, где добавили разницу между легендарной и очень высоким уровнем сложности. Вот именно по показателям, там, по порядку и по другим каким-то показателям. Здесь этого нет. Графика. Хроники. Как видите, вот она стоит. Хроника у меня сейчас. Хроника, хроника. Погнали. Сохранение ночное сражение мы не можем использовать. Ну, первую битву мы сыграем. Отлично. Разминочка. Небольшая разминочка. Уживая начальник властвует над судьбой. Покой державы в его руках. Храбрые воины юга. В наших руках судьба всего Китая. Мы должны идти вперед, ибо только отвага, честь и верность принесут в поднебесную мир. Мне вообще, как бы, по своему антуражу нравилась эта семейка, там, семейные ценности, такие хорошие ребята. Прям молодцы. Добротные. Сейчас дуэль обязательно используем. Я надеюсь, наш Суньзянь не подведет. Здесь у нас есть, что, урон по области и способности. Здесь тоже урон по области. Можно использовать, если в ближнем бою как раз. Давайте воины с топорами. Топоры к бою. Мои любимые лучники. В принципе, можно на циферку один по классике жанра. Торопиться сейчас не будем. Удивительно, что у него кавалерии нет. Прям даже странновато. Вот он. Тигр. Наш полководец-тигр. Один из тигров. Я сразу вспоминаю. Это, по-моему, было вокруг света за 80 дней, да? Когда там Джеквичан снимался. Тоже, конечно, такая банда была своих тигров. Не торопимся. Хоть это и роман, но все же. Но все же, но все же. В принципе, по нашим стрелкам мы палим. Дальность стрельбы оценивать можно без проблем. Где-то вот здесь. Пока что пешком идем. Пока что никуда не торопимся. Не желает вступать в поединок, представляете? Мерзалец. А ну-ка, подходи ты поближе. Может, хоть с тобой он захочет посражаться. Ну, а что, как-то кровавое дополнение уже есть. Кровавое дополнение уже вышло. В первой серии у нас и не будет баталии, что ли, такой прям. Раз на раз, честный, братский. Солнце у нас со спины сейчас. Цвета здесь ярче. В лицо, если смотришь, так... Чуть слепит солнышко. Наслепительно. Но! С точки зрения тактики, в данном случае... О, бросает вызов. Я закрошу тебя! Он проиграет, скорее всего, ну пусть. Бегом, марш! Будет сделано! С точки зрения тактики, естественно, это правильно. Потому что солнце должно быть у нас за спиной. Враги будут чуриться там и так далее, и так далее. В данном случае надо бы отдать приказ нашей армии. Почувствуйте ярость земли! А потом наслаждаться. Но совместить на легенде это, к сожалению, не получится. Хотя давайте по одному. Тигр Дзяндуна! Ну, наш выигрывает. За это оскорбление я тебе дам! На копейщиков не буду отправлять я. Не буду отправлять нашего предводителя великого. Так, наш полководец, если что, страхует. В целом мы выигрываем. Так, чуть-чуть отступай. Сюда. Чуть-чуть сюда. Отступай, 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 отступай. Приготовиться. Готовьтесь. Воины. Вперед, мегом. Вперед, вперед. Ну же, вперед. В бою. И уступать. Все отлично. Соберитесь с духом. Полководец, можешь идти сюда. Мы пока его расстреливаем. Здесь не важно, что топорники так встали. Это все нормально. Можем теперь полноценно смотреть за поединком. Приказы наши солдаты получили. В целом, я надеюсь, он выиграет. Хотя, когда я снимал поединки, да, там, с любю с тем же. Иногда в таких вот ситуациях даже пол-хп оставалось, а у противника буквально один удар мог вытянуть. Мог вытянуть, прям за шкирку так и затащить. Так, может, у тебя способность... ...затащит. ...давай. Сделай так красиво. О, вот. Смотрите, неприятель показал спил. Но здесь без отрывания обошлось. А его солдаты уже проиграли. Эх, мать, летний зима. Ладно, молодец, молодец. Отхилился еще чуть-чуть. Красавчик. Объявляем победу, завершаем. Посмотреть чуть удалось. И это хорошо. Потом за бойцами посреди, но сейчас дуэль он кетчуп справит. Фонтанчик, видели такой? Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну давай, я вас помню, по серии тут денег немного дарут. Хотя у нас в любом случае мало денег. Задание выполнено. Враг близко. Вкус победы. Снабжение и боевой дух. Снабжение нам сейчас нужно, потому что мы далеко от дома. Мы начинаем не возле своих земель даже. Суньцзянь возвращается домой, но опасность не миновала. Вам нужно закрепиться в южных землях, и для начала следует захватить ближайшие регионы. Но остерегайтесь вашего соседа, Любяу. Во времена междоусобиц нельзя показывать слабость. Соперники не примену ей воспользоваться. Захватите соседнее поселение. Выберите свою армию левой кнопкой мышки, затем щелкните правой кнопкой по поселению, чтобы приказать атаковать. Селение вот это нужно захватить обязательно. Да? Ну ладно. На самом деле я чуть не планировал захватывать. Кстати, по поводу амбиций. Суньцзяня отомстить дунжо. Сейчас это... После патча, который появится вот... В принципе... Да, даже уже после патча, который был. Вроде бы он с меньшей вероятностью умрет. Так что может быть и получится что-то. Это лишь первая победа из многих. Я покажу, чего стою. Пока другие будут терпеть поражение за поражением, коалиция не в состоянии остановить анархию. Но это по силам мне. Красавчик. Какие красивые речи, а? Душевные. За душевным. Ну вот они, наши территории. Видите, городишко здесь. Причем я предлагаю сразу же возводить военную инфраструктуру. Ага, здесь еще нельзя. Да, нужно город прокачать. Это хорошая тема. Здесь пока что еды не требуют. Ну давай попробуем так. Хотя нам еще и армия нужна будет здесь. Ну ладно, захватим там со штабмики. Захватываем поселением. Сохранилки, сохранялки. Че не хочешь сдаваться? Он сдался. Так. Оккупируем, естественно, поселение. Выполняем задание. Сунь-Зянь возвращается домой. Добро пожаловать домой. Связывает свое будущее с южными краями. Естественно, нам больше на юг. Я даже не хотел за реку уходить. Я думал захватывать территории, которые ниже реки. Даже, может быть, вот эти территории тоже не трогать. Тоже, тоже, тоже. Пойти вот империю Хань. Обездоленную и брошенную захватывать. Ну вот так, значит так. Сейчас посмотрим семью еще обязательно. Должности и тому подобное. Порядок и дисциплина. Кто знает, где теперь прячутся мятежники. Нынче каждый князь величает себя императором. Именем династии Хань я занимаю этот город. В империи Хань имени династии Хань. Шикарно. Но мы больше как сторонники синего неба. Империя Хань считается в Китае как бы синим небом. Там мятежники. Желтые повязки. Желтое небо там пропагандировали. Ну вот у нас 15 лет Сунь Ци. В принципе он скоро вырастет. Родословное. Дальше 8 лет Сунь Цюань, который перебежал к Люйбу. У нас в прохождении. И Сунь Жень всего лишь один годик. Маленькая еще девочка. Ну и госпожа У, которая у меня в убеих компаниях. Возглавляла очередной такой момент. Какой-то ответственной фракцию. Ей доставалось. Многие легендарные еще живы. Ну вон отношения. Мы Дун Джон не любим. Люйбу естественно не любим. А здесь жену свою любим. Семейные ценности. Моя верность тверда как закаленная сталь. Так, производство пищи есть. Это хорошо. Плюс еще. Рост населения в этом регионе. Плюс рыба. Тоже. Но в целом город укрепить можно. Тогда даже этот. Империя Хань. Вряд ли будет. Санимать какие-то. Подлые действия. В эту сторону. Мне кажется. И нанимать на первом ходу мы все равно не можем. Может что-нибудь такое второстепенное. Здесь у нас чайный домик, броник и торговый порт. В принципе на коммерцию можно строить что-нибудь. Чтоб качать регион. Вот например. Пункт смены лошадей. Доход от коммерции. Торговое влияние. Не, лучше гостиницу. На которую мне денег не хватает сейчас. В любом случае тоже. Создаем ход. На следующий уже сможем нанимать уже. Все будет хорошо. Кстати, а еще с кем мы воюем? Надо взглянуть в дипломатию. Да, с кем мы можем торговать. Хотя для торговли нам по идее нужно торговый порт захватить сейчас. Иначе кроме империи Хань к нам никто не доберется. Нет торговых путей. Нет возможности положить. Мир Дунжо не хочет. Естественно, он и далеко. Здесь поддержка. Но это все нас на данный момент не интересует. Мы воюем только с Дунжо и империей Хань. Естественно, кто-нибудь подтянется из этих, я практически уверен. С Юаньшу у нас хорошие отношения. Можно попытаться договориться о чем-нибудь. Подтвердить, что Юаньшу законно претендует на императорский престол. Не, не хочу я такого делать. Мы сами станем императорами. У нас вон целая ватага детишек, которые хотят быть императорами. Наемников, наверное, возьмем. Хотя вот у нас есть наемная пехота, которая появится сразу. Стоит дороговато, я всего один отряд могу взять. Стоит, естественно, дороже, чем остальные. Мне нужна кавалерия. Либо давайте возьмем еще одного полководца. Блин, у меня... Под кавалерию только госпожа У сейчас. Но она не ударная. Я ударника взял бы. Ну ладно, давай госпожа У. Тебе сколько лет? Госпожа У. А, вот, 31 год ей. В принципе, она еще молодая. Тебе 35. В целом, еще в рассвете сил. В рассвете сил. 31 год, а там сколько? Мальчику старшенькому. Сейчас 15. М? Делайте выводы, господа. Погнали. Соберите совет. Сейчас мы вот здесь высадимся. Пройдемся по бережку, чтобы восполнить потери. Можно еще... Ай, на кавалерию нам не хватает. Ну давайте используем тактику дешевого отряда. Ту самую тактику, которую я использовал в предыдущих прохождениях. Это... Это помогает. Еще два отряда. Берем. Какая радость снова оказаться среди своих людей. На воду спускаемся. Лесопилку можно было бы забрать. Но меня сейчас интересует больше торговый порт. А здесь мы восстанавливаем потери. Ускорение не включаем. Меня сейчас интересует больше торговый порт. Все равно я укреплять эти поселения не смогу. Хотя здесь есть армия. Он может сюда высадиться. Любяу гарантирует автономию. Гарнизон, гарнизон, гарнизон. И за что? Блин, но расстреляет наш гарнизон. Если он на воду спустится, сейчас плохо будет. Этот город мы потеряем. Путь проложен. Продолжаем рисковать. Вернем порядок. Вернем, вернем, вернем. Можно еще сюда два лучника взять. И все. Я меч. Таким составом пока что и передвигаться. Чистокровная дипломатия. До тебя у нас ничего нет. Есть чистокровная. Но здесь нужен стратег еще желательно. Конечно. Хотя и кавалерин. Ну вот пехота есть. Можно будет вместо потом зелененького великого воина взять стратега. Сюда. Счастье, компетентность, авторитет. Вот. Твой профиль. Тебе отдавай пса. Ты наш личный пес. Хитрость я никому покажу. Не хочу. Не хочу никому пока что отдавать хитрость. Не, он не высаживается. Все нормально. Там поселение сейчас прокачается. И все будет взергут. Будьте тверды. Да начнется война. Так. А здесь, чтобы порт взять на следующем ходу, придется на ускорении. Видится, уже какая разница. На ускорении мы все равно не восстановлены. О, снабжение, счастье, решимость. Своя армия. Это тебе тоже сейчас зайдет. Это к тебе. Это как раз твое. Реформы. Здесь доход от крестьянства. Торговые соглашения. Я надеюсь, мы сможем подписывать эти торговые соглашения очень быстро. Мне за Люйбу вот эти ониксы очень нравились. Отряд лучников. Обалденные, на самом деле. Но сейчас торговлю. Сейчас начнем изучать торговлю. В ближайшее время мы будем торговать. Будем богатеть. И чувствовать себя уверенно. Любау. В целом он предлагает нам договору ненападения. Можно его подписать. Пока он сам в целом готов. Фарфоровая чашка. О-хо-хо. Ну-ка подожди. Обменяться предметами. Фарфоровая чашка. Это хорошая тема. на самом деле. Алый лук. Стрельба в движении. Может тебе лучше отдать два предмета и немножко больше денег. Давай вот это уберем. Два вот таких вот нейтральных. и в целом денег можем дать. Много хочет. Много хочет. А если регулярные? Попробовать. Ну, здесь тоже уже мы выйдем на ту же самую сумму. Естественно. С тобой ты не прокатила, к сожалению. Ладно, платим деньги. Платим деньги. Предмет нет. Это еще сейчас может пригодиться. Я лучше избавлюсь от денег. Можете не согласиться с этим. Я пойму. Я тоже в определенный момент не согласился с этим. Строительство завершено. Сейчас это правильней. Мне кажется. А ну-ка потребуем сдаться. Империя Хань вообще что-то соглашается. Кто-кто. А вот насчет империи Хань я думал, они не будут соглашаться. Вот так вот сдавать. То есть у нас сейчас спад. Счастье увеличится на следующий ход. Потом стоимость с наймом войск уменьшится. Содержание дружин уменьшится. Соответственно, на высоких таких вот показателях держать героизм тоже необходимо для счастья и в принципе для экономики. Мое сердце бьется во имя с премьер. Есть здесь порт. И по идее должна открыться торговля. У нас нет. Ну, к столице-то у нас уже есть дорога прямая причем. магистраль, можно сказать. Как-то не вселяет уверенности. жаль. Очень жаль. Придется подождать тут денег еще, чтобы стены возвести. Там уже расход пойдет. там уже пойдет расход. Что? Чайный домик. Это уже исключительно на юг двигаться. Лесопилку здесь трогать не будем. Ну, да, разворачиваемся тогда. Идем в чайный домик. Нам надлежит выработать стратегию. Идем тогда в чайный домик. здесь копить идея хорошая, конечно, была. Копить нужно, но улучшение поселения. Ну, пусть будет так. Испытание получено. Суньзянь жаждет основать династию. Наша династия закалена в огне, избрана самими небесами. Династия Лю смеет противиться воле небес. Уничтожить Хуан Цзу и Цай Мау. Путь славы. Рост населения, общественный порядок и доход от крестьянства. Императорская печать. А вот и дилемма. Ваш путь блокирован крупным отрядом под знаменами Любяу. Из его рядов навстречу вам выдвигается парламентер. Он говорит «Мой господин Любяу знает, что в ваших руках императорская печать. Вы должны немедленно вернуть ее императору или ваша измена обернется войной». Любяу. Любяу, Любяу, ты быстро нам прислал и денег получил, да? Меж тем, один из генералов советует вам обратиться к Юань-шу. Он может помочь вам, если вы сохраните печать. Следовать роману, оставить печать себе. Это могут счесть вероломным поступком. Объявлена война Суньцзянь и Любяу. Отношения улучшены с Юань-шун. С Любяу улучшится отношение и потерян предмет императорская печать. Но мы ее нашли в колодце, правильно? Мы ее нашли, она наша. Упрощать задачу задачу не будем оставить печать себя. Объявляет войну Любяу. Да, сочли вероломным достаточно поступком это все. А, Цай Мау то его вассал вон она че. У нас то в противниках прибыло, но тем интереснее будет. Вон Цай Мау и Хуан Цзу, который здесь. Рядышком. Можем ферму забрать. Мне кажется он пойдет на поселение на нашем. Гарнизон то тут еще не восстановился. Ладно империя Хань. Спустись на воду. На воде мы тоже восстанавливаем потери. Двигаемся как единое целое. Давай. Как единое целое. Пойдем сейчас чуть Цай Мау научим верности нашей династии. Общее недовольство уменьшается за то, что у нас героизм не такой высокий. Хотя не согласиться с этим требованием это тоже отчасти героизм как-никак. В одном направлении не снижать темпа. развитие персонажей. Легендарные сейчас вряд ли придут к нам. Надо будет тогда лесопилку забирать. Сейчас мы немножко Цай Мау пощипем. Пощипем его. Берем кавалерию. давай. Потратим деньги. Опять копить не будем. просто вкладываем в армию. Армия будет нас сейчас кормить. Волка ноги кормят нас армия. Обменяться предметами Юань Шу хочет выплату. Ух ты прикольно у меня еще никогда не пытались купить предметы. Но слишком мало предлагают. Сейчас экономическая сила. наложение вроде бы не сказать что отвратительное но все же жаль впрочем не важно ну жаль впрочем не важно вот она идет старика за счет того что два поселения империя Хань сдала без боя мы прям очень быстро продвигаемся я поведу Цай Мау у тебя гарнизон здесь уже большой достаточно невозможно моя храбрость и верность можно повосполнять потери стать лагерем играть от этого давайте подождем все-таки вот сюда нужно вложить деньги поселения на следующий ага на следующий ход как раз будем начинать строить ждем деда а он морем пошел ну молодец пошел морем но мы его послали бы другой дорогой поддерживать в своих владениях общественный порядок если народ несчастен да неминуемо Юаньшу требует печать о как Юаньшу заявляют что у вас нет права на императорскую печать он требует чтобы вы вернули печать ему как законному владельцу потерян предмет но я этого вновь не буду делать мы оставим себе оставить печать себе целиком и полностью эгоистично и вероломно так будет куда интереснее клиненую рыбу нам дали фракция уничтожена ну и Юаньшу ну расслабься так на засаду нам хватает зона маленький двигайтесь как единое целое подкреплением давай ладно зайдем радость снова оказаться среди своих людей хотя не нормальная зона топчет вот так вот дальше изучение реформы как-то торговые соглашения как же так-то а мы все равно не знаем фракции похоже которые также имеют выход к морю договориться договориться жду мжо с тем же с кунжутом вот с кем было бы очень выгодно нам договариваться и агента сейчас не отправишь можно кого-нибудь из полководцев нанять и морским путем послать в целом это у нас поручение кстати есть доход от коммерции шелка и специй здесь коммерция целиком и полностью давай назначим в целом пища нам я надеюсь в ближайшее время так-то не срочно будет нужно за порядком следить надо но ничего страшного наймем одного просто полководца у меня денег нет на полководца сейчас ну вот Люсю самый дешевый распустим у него солдат тем самым мы будем платить просто содержание нам надлежит выработать стратегию все и его отправим торговлю развивать а тем временем лучше общественный порядок здесь требуются постройки для этого я хотел порядок качнуть доход от коммерции давай доход от коммерции доход от коммерции ну что ну что ты проплываешь мимо во подлюка но у нас торговый порт в целом защищен на самом деле торговый порт у нас защищен и вышки тут будут мы гарнизон улучшали хотя одна дружина одна дружина всего лишь может и не потянуть эту программу всего лишь одна дружина вообще может не потянуть я надеялся что ребята которые рядом с нами знают что такое торговля а не папуасы ну что давай погоняемся тогда с тобой выбора у меня нет торговый порт я не хочу сейчас сливать а он на столицу и здесь подходит ну дянь лин придется отменять строительство здесь есть риск х и лучше не злить это да лучше не злить но нападай на столицу хорошо давай нападай гнидой жеребец о решимость со сменой времен года меняются и ремесла хитрость решимость давай тебе тоже дам коня хотя бы хотя бы ну вот с решимостью и будет у тебя тоже немного улучшенный счастье вдруг в тишине постучалась в двери ускорением врубать не будет потерям и можешь зализывать раны ничего себе ну озвучка то какая давай ты не будешь умирать джоа предмет хочет выплаты денег предметы мы не будем этого делать хотят торговать с ним по идее можно то есть с ним то мы как раз можем договориться о торговле при желании но слишком большую условия мы не согласимся мы с тобой воюем глупец ваше поселение враги рассчитывают ослабить гарнизон перед решающим штурмом давайте героическую оборону сейчас будем хотя ну в целом такие призрачные шансы на победу имеются если вышки затащат героев опять же это режим романа здесь гарнизону очень сложно выигрывать битву крайне сложно потому что кроме как вышек никто не может убивать полководцев по стрелкам у нас преимущество по стрелкам у нас есть преимущество в целом давай становись вторым рядочком копейщики подойдут чуть попозже баррикады можем выставить давайте ну вот сюда баррикады поставим больше они то нигде нам не нужны на самом деле погнали да начнется месиво да прольется кровь наших врагов и будут измазаны а не качу все копейщики начинайте выбегать вышки вышечки родные давайте чуть-чуть еще выйдете чтобы полководец не так себя уверенно чувствовал гасите гасите сумрак спустился на нашу землю можно было бы использовать несколько армий конечно же так давай-давай-давай-давай вышки сделайте красиво опрокиньте его кавалерия уже здесь дрогнула отлично прям великолепно можно сказать даже давайте вышечки вы тоже подключайтесь к убийству полководца смотрим что тут у нас по кровяке ну так пару луж пока что пока что пару луж кто-то оставил блин здесь полководцы уже все-таки продвинулись я копейщиков не успел подбросить пока смотрел можно было бы лучников размещать вот так заводить их уводить но это много времени могло бы потребоваться так вы уже ну пытайтесь 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 здесь у нас есть вышки конечно в целом они могут и убить ну-ка отойдите копейщики соберитесь пожалуйста у нас есть шансы выиграть этот город будет наш он мне не сильно то и нужен был этот город я за него не цеплялся но на всякий случай я сейчас вышки сориентирую вдруг они начнут проявлять свой нраве отряды мы опрокинули по сути мы сейчас опрокинем их целиком и полностью полководец если сейчас умрет но он бежит как минимум точно за что я люблю портовые городишки прям обожаю их за это вернись 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 приказ еще не хочет отдавать нормально убейте это блин я по городу по своему даже не могу передвигаться легендар вот это дурацкая система конечно у меня вышка там есть я по плату ее покупал эту вышку кстати у него стрелки вернулись у него стрелки вернулись пройдите чуть сюда все отлично лучников опрокинули можем попытаться сейчас вывести этих ребят шикарно шикарно давайте возвращайтесь господа сейчас потихонечку блин а их двое тут хватает выбегайте все выбегайте все они не успеют захватить они не успеют захватить они побегут за вами они побегут по-любому за вами как все хорошо здесь сработало главное чтобы наши сейчас не побежали раньше времени все шикарно в бешенстве в ярости но мы выиграли я вас верю воины я вас верю я верил в гарнизон я верил в эту силу только лучники будьте бодры и веселы эй что за читерство это читерство да бешенство ему помогло собака собака несчастная защитник красавец ну таким маленьким гарнизоном мы еще не защищались кстати вообще в принципе таким маленьким гарнизоном у нас не было необходимости защищаться еще ни разу наверное юаньшу объявляет войну людай поселение потеряно большое селение враг захватил одно из наших поселений ну ничего страшного позорное поражение зато за реку сейчас уже смысла так разрываться нет мы будем заниматься местными делами и ну будет цаймау отправлять нам войска даже на самом деле ничего страшного торговый порт мы защитим сейчас этого разобьем того побьем в общем здесь будем крутиться вертеться сунь зянь призывает к себе воинов час пробил господина вы расширили свои владения и укрепили границы пришло время великих деяний соберите армию призовите под свои знамена множество солдат и ведите их в бой против каждого кто осмелится встать на вашем пути не забывайте нанимать солдат свои войска ныне в принципе восполнение потерь сейчас нам нужно нанять и содержать 23 отряда плюс 2 сунь зянь связывает свое будущее с южными краями господин надо позаботиться о благополучии ваших владений в южных землях ваши поселения обладают огромным потенциалом вы приведете их процветания если будете развивать торговую инфраструктуру вдоль водных путей экономическое развитие стоимость строительства время строительства минус 1 возвести или улучшить в чанча селение именно в столице в нашей будущее принадлежит нам присоединившись к вашей фракции ученый просит о уйдемце проситель деликатно объясняет что его предыдущий господин хоть и не отличался выдающимися способностями зато имел в своем распоряжении ряд изобретений которые вашей фракции еще неизвестны ученый рекомендует провести реформы которые могут принести благо тому кто осмелится на них и ему кажется что у вас достаточно смелости отпустив гостя вы размышляете над его словами и над тем какие предложения следовало бы воплотить в жизнь получен предмет ученый хитрость опыт у нас пока что наследнику ничего нельзя давать он еще несовершеннолетний ему там всяких ученых нельзя хотя по идее почему бы и нет там ученого тебе можно впихнуть нет к сожалению что учителя учителя убытия научил жизни тебе рассказал что почему этот город нам и не особо нужен был я его не хотел захватывать если бы не задание ну а здесь сейчас нам предоставилась великолепная возможность убить любя у которой требовал от нас печати требовал печати а мы ему ее не отдали так а сохранение грехи но не меняет их суть здесь сохранение вот так вот сработает однозначно вот сохранение вот так вот однозначно сработало сражаться будем уже в следующей серии потому что сражение займет достаточно большое время и увидимся уже очень скоро в этом кровавом легендарном мессиве больше легендарного мессива богу легендарного мессива у нас именно так сейчас всем добра друзья мои до следующей серии пока пока